9 июня в Государственной Думе состоялся круглый стол перспективы развития социал-демократии в России и укрепления связей с институтами гражданского общества с участием делегации Европейского форума «За демократию и солидарность». Круглый стол организован фракцией «Справедливая Россия» и институтом «Справедливый мир». В составе делегации Европейского форума Эмма Рейнольдс, представитель Лейбористской партии Великобритании, Аттила Мештерхази, председатель Социалистической партии в Венгрии, депутаты Европарламента Кристиан Вегенин, Болгария, Либор Ручик, Чехия и другие. Вел заседание круглого стола депутат фракции «Справедливая Россия», заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам Александр Романович. Депутат Государственной Думы Михаил Бричак на примере регионального отделения партии Псковской области рассказал о политической работе партии. Я немножко хочу рассказать о партийной организации Псковской области, которая во многом похожа на все другие наши региональные структуры, и это каким-то образом отражает нашу такую региональную политику, и коллега Дмитрий Горовцов, наверное, тоже добавит и свою региональную часть, и вы получите представление о наших региональных структурах. Депутатский корпус является возможностью продвижения наших интересов в большей степени, поскольку и на региональном областном уровне, и на муниципальном уровне, если мы еще и не можем принимать решения, влиять на решения, не имея большинства, но мы уже имеем трибуну, возможность выражать свою позицию, предлагать свои ценности, отстаивать их, и кое-что из этого нам удается. Достаточно сказать, и вы очень хорошо сейчас, наверное, сориентируетесь, при создании палаты менее трех лет назад мы насчитывали 3200 депутатов. На сегодняшний день более 6000, и эта цифра постоянно растет, прогрессирует. В России социал-демократическая идеология, которая представлена нашей партией, которая последовательно отстаивается и продвигается, она востребована, и подтверждением тому являются результаты, которые мы получаем, и тот прирост, который мы имеем. Отвечая на вопрос о работе партии с общественными организациями, Михаил Бричак также отметил. Получаем отклик и взаимодействие во формировании общественных структур вокруг партии, которая является преимущественным центром, поскольку у нас есть парламентская трибуна и возможность выразить мнение. Так или иначе, вокруг справедливой России объединяются самые разные общественные организации, выражающие самые разные интересы. Член Президиума Социал-демократического союза женщин России Марина Милованова рассказала о роли институтов гражданского общества и работе партии в этом направлении. Мы понимаем, что те гражданские инициативы, причем низовые гражданские инициативы, не всегда оформлены в общественные объединения юридическим образом. Именно эти гражданские инициативы быстрее реагируют на решение тех проблем, которые накопились в российском обществе. Если говорить о направлениях, то стратегическими направлениями для нас являются работа с профсоюзами, работа с инвалидами и социально незащищенными слоями населения, объединенными в общественные организации, работа с молодежными организациями и женское направление. Андрей Нагибин, один из лидеров независимых профсоюзов, рассказал о роли и проблемах независимых профсоюзов. Все время профсоюзы уже какой год выступают за то, чтобы им дали возможность реально проводить забастовки. Это тоже некий диалог с работодателями, но право на забастовки, оно существует, но существует очень формально. Больше того, под любым формальным предлогом официальную забастовку можно закрыть, поэтому у нас по статистике в России там буквально забастовок официальных было несколько десятков за год. А теперь с принятием закона о митингах, вы уже, наверное, о нем слышали, вы разговаривали с Сергеем Михайловичем на эту тему. Теперь в связи с тем, что нам запрещено собираться в необходимых местах, потому у нас теперь получается, что, допустим, учителя не вправе собраться, допустим, у себя во дворе школы, чтобы заявить о своих правах. А ведь диспетчера не смогут выйти на улицу перед, скажем так, зданием управления своего, ну, в своей отрасли. То есть теперь любая забастовка будет считаться митингами, это действительно для нас очень большая проблема. Ну а теперь, как мы с этим пытаемся бороться. Во-первых, конфедерация труда России входит в международную конфедерацию труда, в МОД. Безусловно, в Европе профсоюзы очень сильные, очень мощные, их слушает власть. И когда в очередной раз одного из лидеров профсоюзов либо, скажем так, сажают в тюрьму, либо незаконно увольняют, мы доносим это до международной общественности, международных профсоюзов. И когда эта огласка становится очень громкой, то власти России к этому прислушиваются. И все об этом знают. И когда уже, скажем так, международные профсоюзы, Международная конфедерация труда эту тему озвучила уже на каких-то международных встречах с российскими лидерами, это уже начали, скажем так, к этому уже начали прислушиваться наши власти. Второй способ борьбы, это, безусловно, поддержка конфедерации труда России и других свободных профсоюзов, фракции Справедливая Россия, партии Справедливая Россия. Когда профсоюзы обратились к Справедливой России с предложением совместно поработать именно в защите прав профсоюзов, то при фракции Справедливая Россия уже два года как была создана комиссия по социально-трудовым отношениям. Безусловно, не все поправки, которые мы выносим от профсоюзов, они принимаются в Государственной Думе, но, во всяком случае, это озвучивается и это принимается к сведению. Ну и, конечно же, совместные мероприятия. Когда у нас в каких-то регионах с профсоюзами, ну, скажем так, тяжелая ситуация, к нам обращаются, мы обращаемся во фракцию в свою очередь, и фракция помогает нам либо на местах, либо депутатскими запросами, то есть это действительно реальная поддержка. О работе партии в Кемеровской области поделился депутат Государственной Думы фракции Справедливая Россия Дмитрий Горовцов. Для того, чтобы расширять сторонников нашей партии, их число, и членов нашей партии, порой приходится проводить настоящие разведывательные операции на территории Кемеровской области. Особенно это показательно в наших усилиях, направленных на встречи с избирателями самых различных слоев общества. Это и пенсионеры, это и ветеранские организации, и национальные диаспоры, которые в большом количестве существуют на территории Кемеровской области. Это и студенческие коллективы. В настоящее время, не так давно, мы вместе с моим коллегой Борисом Павловичем Гусилетовым посетили Кузбасс, и в ходе этого визита мы, так сказать, смогли провести региональную конференцию, на которой были, так сказать, избранные и состав Совета регионального отделения, и, собственно говоря, удалось этих людей, в первую очередь, вместе собрать, что было ранее или невозможно, или очень сложно сделать. Но мы, тем не менее, смотрим в будущее и с уверенностью, и оптимизмом, и полагаем, что в ближайшее время, я думаю, к осени, нам на Кузбассе удастся создать реальную, сильную, действующую партийную организацию «Справедливая Россия». Депутат Европарламента Либер Ручик заметил, что люди выступают за сильную экономику в своих странах, за справедливое распределение результатов, с соблюдением гарантий их прав. В Европе наиболее развитые страны, обеспечивающие права населения, являются страны с социал-демократическим правлением. В России это также возможно. Продолжение следует...